Анатолий, добрый вечер. Я тебе очень благодарен, что ты всегда находишь время для того, чтобы в понедельник и в среду быть на зуме, поскольку Ярчик просил передать всем извинения, у него болит ухо, он не может. Вот Толяныч охраняет покой Кишинева до 23.00, поскольку до 22.00 там магазины работают. Ну а мы с тобой будем отдуваться и за Толяныча, и за Ярика, поскольку, представляешь, рассчитывал ли ты вот в своей жизни увидеть вечера бокса в исполнении Дона Кинга? Толяныч, вернись, я все прощу. Еще раз что-то у меня... Да, да, что-то... Я не услышал, что... Смотри, рассчитывал ли ты в своей жизни увидеть вечера бокса, который, в общем, собственно говоря, организовывает Дон Кинг? Это событие, то, что это организовывает Дон Кинг, больше особо нечего говорить, потому что Дон Кинг давно слетел как бы с лидерских позиций как промоутер, и когда-то он был, конечно, очень-очень. Сейчас это такое, даже я бы сказал, не слабое подобие, даже не трудно нас подобрать, что это сегодня, это событие, с чем его можно сравнить. Вы хорошо сказали, что когда-то мы все очень были недовольны поединками Джонни Руиза, там, Эвандера Халифилда, и считали, что это полный трэш. На сегодняшний день то, что нас ожидает в поединок Брайанта, я даже не могу вспомнить его соперника, то это, конечно... Данатан Гуидри. Гуидри, да, это, конечно, у нас... это серьезное шоу. Ну, что имеем, то имеем. А потерявший плачет. На самом деле, Дон Кинг не только слетел с лидирующих позиций, он еще и слетел из катушек, если можно говорить. Ему, да, у него уже такой возраст, что уже можно ставить диагноз в каких-то моментах ставческим маразмом. Что-то, Толяныч, не знаю, ты меня нормально слышишь или тоже я морожусь? Нет, нет, все хорошо, все слышно. Потому что у меня... ты замираешь на время, я не могу понять, почему. Давай, может, не так быстро говорить попробуешь, чтобы буферизация была. Хорошо, скажи, пожалуйста, что ты ждешь от поединка Брайана, Тревора Брайана против Джонатана Гуидри? Вообще, вот как для человека, который является специалистом, но не слишком погружается в вот эти все подводные камни, что для тебя вот этот поединок? Ожидание, то есть безнадега. Первое. Вопрос на миллион. Что для тебя поединок Тревора Брайана против Джонатана Гуидри? Первое. Безнадега. Второе. Ожидание интересного и зрелищного поединка. Третий. Кто это такие? Четвертое. Они похер. Я вам скажу честно, ближе к четвертому, а не похер, но в этом поединке, как сам поединок, мне очень-то интересен. Тут интересен просто то, что это поединок максимум за титул. Как бы хотя бы WBA, это такая организация, что есть по ней вопросы, так мягко говоря. Но это будет защита звания чемпиона мира. Какой-никакой, но Брайан является чемпионом мира. Другое дело, победа. Ну-ка, однозначно Брайан обязан проходить. И будет смешно, если он не сможет выиграть или выиграет очень неубедительно. Хотя у него тоже большой простой. И физически он выглядел даже в победном бою со Стиверином так себе. Больше похож был на парня, который любит посидеть в пабе, погонять хорошее пивко. Такое с животиком. И не сильно он атлетичен. Видно, он особо по поводу этого и не парится. Слушай, ну ты прям меня описал. Ну, вам-то можно. А он вроде как еще действующий боксер, еще и чемпион мира. Поэтому тут такое дело. Я тебе не рассказывал, я тоже чемпион мира. Ну, тогда вас где-то зацепило. Я к тому, что он должен выигрывать. Но вот интересно, правильно вы сказали в The Ring Show, а что дальше? Потому что Дон Кинг, я так, насколько я понимаю, это один из немногих его каких-то там боксеров, на котором он что-то еще зарабатывает, не знаю что, но что-то зарабатывает, наверное. И позволяет ему еще быть в этой, как говорится, крутиться в этой кухне. И по-любе Брайант это боксер, который слабый, слабее всех топов, которые есть. Вот по мне. Если брать около топов там и Дилана Уайта, и того же даже Дерека Чесору, и молодых Джо Джойса, Дебуа и так далее, так далее. Хелениус тот же, я думаю, может создать большие проблемы Брайанту. То есть это самый слабый боксер из топов. То есть он туда попал, потому что попал, Дон Кинг ему помог. И WBA со своими вот этими всеми суперпоясами в одном весе 100 чемпионов. И поэтому он стал чемпионом. Вот при другом-другом раскладе, я думаю, мы бы его фамилию услышали где-то, когда какой-то проспект надрал его физиономию очень здорово, чтобы не говорить задницу. Вот как-то так. А второй парень так там вообще даже, даже как вы правильно сказали, как он туда попал на 13 место в рейтинге, кого он там бил. Ну не, но у меня есть как бы пара предложений. Глядя на Дэвида Морелла во втором среднем весе, как он уже там в пятом поединке стал чемпионом мира, то где-то там тоже через постель жил Берта Мендоса. Ну по-другому, ну как, чувак побил там в своих поединках там большую часть бойцов с отрицательным рейтингом. То есть я тебе скажу, Анатолий, у нас еще есть шансы, не зная как до 13, но до 15 места в WBA вполне дойти. Я вообще не понимаю, почему у нас сиренка, захожие там парятся о чем-то. Вон, зашел в кабинет Джильберта Мендоса и через 15 минут вышел с бумажкой поставить на 12 место рейтинга. Все мы, все просто. Они там что-то выдумывали. Да, есть шанс. Да, есть шанс. Я, кстати, вот твой сарказм, я и свой сарказм как бы не понимаю, а твой бы и подавно. Ведь история бокса-то знала Джим Брэдок против Макса Бера, Рос Пьюрити против Владимира Кличко, Кори Сандерс против Владимира, даже Энтони Рахман против Льюиса, Энди Руиз против Джошуа, простите господи. Может и здесь что-то будет. Ведь кто такой Джонатан Гетри? Он пожарный. Он в прошлом году его дом снес ураган Ида. У него 4 ребенка, ему детей кормить надо. Ему надо выигрывать. Другого пути поднять бабло, вот так вот слегонца у него больше не будет. Поэтому ты не заметил его мотивированность? Мне кажется, что когда 4 ребенка кричат, папа, хочу кушать, это наиболее существенная мотивация. Я согласен. Слушай, я ожидал, скажешь, что ты несешь? Я согласен, я вам объясню почему. Раз мы пошли по такому сценарию, ну давайте будем что-то лепить. Если брать уже тогда, если брать тогда уже вот этот данный поединок, ну тогда и брать, ну тогда и брать, давайте будем откровенны, не Ленокс Льюис близко, не Хасим Рахман, не Макс, вернее, не Джошуа, не Макс Берр и так далее, тому подобное. И ты поликарректно обошел Владимира Кличко, заметьте. Кстати, хотел сказать, и не Владимир Кличко далеко, поэтому если уже брать по такому сценарию, то возможно у этого Геринга, да, как его правильно... У Идри. У Идри. Нам Байарын. Думай, что нам Байарын. Да, то у него тогда тоже, получается, дети его гонят, и он там бедный, мотивированный будет что-то делать. Но это как бы для того, чтобы разве что подогреть какой-то ажиотаж там, где его в принципе нету. Вот и все. Даже тот же Байарн, в котором был в форме небо, он все-таки поопытней боец, он поискушенней. У него все-таки оппозиция была немножко, мне так кажется, поинтереснее, чем основные соперники, которые были у этого... Гуидри. Гуидри. Это были в основном с отрицательными этими... Рекордсами. Рекордсами, да. С отрицательными рекордсами. То есть у него в принципе были заведомо соперники, которых он, ну как бы в принципе обязан был выигрывать. Не знаю, я, честно говоря, вообще тяжело тут что-то натягивать за уши каким-то образом. Ну пускай будет, что нас ожидает якобы вот такая вывеска, что как а-ля Брэдак, там, Чингарелла Мэн, или как оно там правильно говорится. Пускай будет так. Гуидри, да. Гуидри. Гуидри, да. То есть мне трудно что-то здесь говорить. Тут как таково, потому что у Брайанта то, что я увидел. Мне его бокс, я говорю, что ничего не показал, он не сильно обучен, он не очень, он не боксирует в высоком темпе, потому что его физическое состояние ему это не позволяет делать. И то, что вот мы видим, это вот это то, что варится вот в том соку, где оно варится. Дальше тут Кинг его пускать не будет и будет с Мендосом удерживать его сколько сможет. Но первое, что-либо посвежее, то с Брайанта вынесут ногами вперед, это мое мнение. Когда вынесут вперед? Можно конкретные сроки? Ну я думаю, что, я не знаю, сколько хватит у Кинга Мендоси то ли там каких-то девочек подставлять, то ли мальчиков, то ли деньги, для того, чтобы они как-то его максимально удерживали в этом коконе и давали ему вот таких бойцов такого уровня, чтобы он мог их проходить. Потому что если дадут бойца, как мы говорили, упомянуты выше, ребят, то будут вопросы. Будут вопросы. Ну вопрос это появится и очень скоро. К нам подключается Ярик. Ярик. Слушай, вот скажи, пожалуйста, зачем ты меня подставляешь? Я тут уже расписал перед всеми, что Ярик лежит, у него болит ушко, у зайчика не болит, у собачки не болит, у котика не болит, а у Ярчика болит. И он не может, он приносит вам всем свои извинения, что по состоянию здоровья. И тут ты появляешься. Подожди минутку. Братик, я тебе перезвоню, у меня сейчас эфир. Вот. И тут ты появляешься и меня палишь. Ну так сталося, что я справедливо хворый, люди, вакцинуйтеся. Но малий вышел в другую комнату, не хочет спать, так что я решил без наушника попрацювать. Не знаю, меня чути. Тебе очень хорошо чути, тебе очень хорошо видеть. Твои бессором не очи светятся в эмли. Ярчик, самое главное – здоровье. И мы с Толиком уже как бы пытаемся, знаете, как малоразмерный презерватив натянуть на свои большие члены. Говоря о поединке Джанатана Гуидри, Бармейна, ой, Бармейна Стиверна, Тревора Брайана. И мы уже с Толянычем и так зашли, и этак зашли. Вот. И тут, слава богу, ты появился, потому что сейчас… Сейчас, подожди секундочку. Ты сейчас все там заслешь, что мы сказали, и просто скажешь правду людям. Правду нату. Вот. Чтобы ты не ошибался, говорил не на бояр, а Гуидри все-таки. Что ты можешь сказать о поединке Тревора Брайана против Джанатана Гуидри? Это очень интересный поединок, потому что, как известно, они когда-то сбились в детском саде, из-за того, кто пописает первый на горшок. И там не известно, кто выиграл. Как говорят, перемогла выхователька. Ярчик, я прошу прощения. Скажи, пожалуйста, в твоем детстве было такое наказание? Вот у нас в коммунистической эпохе Советского Союза, если ты нашкодил, то, в общем, у нас была извращенная воспитательница в детском саду. Она, в общем, тебя выставляла перед всем садиком. Особенно это, сука, вовремя случалось, когда все кушали. Снималось с тебя трусы, и ты стоял без трусов. И плакал. Я в садочек ходил два дни, причем обе два дни я втек из садика, после чего меня мама забрала, и больше я туда не ходил. То есть тебе не нравилось смотреть настоящий без трусов твоих этих вот одноясельников? У нас все наоборот было. У нас выхователька снимала трусы и стояла перед детьми. То есть зрелище, как говорил наш партор, действительно было ужасным. Я просто расскажу анекдот, когда жена возвращается из-за гран-командировки, и говорит, муж спрашивает, а где была? Ну, ходили в музеи. Ну, ладно, в музеи. Вот, в рестораны, в класс, в рестораны. Ну, и стриптиз смотрели. Ой, а что такое стриптиз, расскажи. Слушай, что я тебе буду рассказать? Я тебе покажу. Задернула шторы, поставила пластинку Поля Мария там, вот, включила торшер, начинает раздеваться. Муж смотрел, смотрел. Правильно говорит наш партор. Стриптиз – это охуительно хуевое зрелище, мать. Доброе. Ну, побилися вони в детячем садике, а дальше что было? Так, наперед, прошу извинения, у моей виховательки в садочку. Я навіть не знаю, кто у меня там вихователька был, но… Ну, ясно, ты ее помнил только от ног до пупка. Но я в тих, извините, так что… Это чемпион, это чемпион курца, можно сказать. Но я смотрел на глобус. Но что тут обсуждать? Это жереб, что залишить плаценту чи его. Потому что он настолько абсолютно неважливый. Слушай, про ректальные свечи есть хороший анекдот. Когда чувак приходит к трактологу и говорит, у меня проблема там, доктор. Вот тот посмотрел, говорит, вот вам свечи, принимайте по одной на ночь, через неделю появитесь. Тот приходит через неделю, ну как, говорит, доктор, ну никакой реакции, в общем, все по-прежнему. Тогда вот по две свечи перед сном принимайте, все будет хорошо. Тот приходит через неделю, говорит, доктор, ну вообще не помогает. Тот посмотрел, ну изменений никаких нет. Вы что, жрете их? Нет, в жопу засовываю. Хорошо, ребята, давайте, в общем, прекратим издеваться над поединком Тревора Брайана против Джонатана Гуидри. А вот эту поединку можно высмахать. Ну тут что не возьмешь поединок, позволенный абсолютного сенсу. Ярчик, я с тобой абсолютно согласен. Мне гораздо интереснее было бы послушать, как выглядела твоя воспитательница в детском саду с точки зрения твоей, той психологической травмы, которую она тебе нанесла. Ну я вам скажу так, дивитесь в дзеркало на своя бородатая обличка, мне до тепер страшно. Я вот только-только ты сорвал у меня эту фразу, просто бесцеремонно спиздил ее. Ясно. На самом деле, на самом деле, ребят, вот мы сейчас издеваемся над Тревором Брайана, там, Джонатаном Гуидри. А черт его возьми, если Джонатан Гуидри повторит тот апсет, который сделал там Кури Сандерс против Владимира Кличко, либо Рахман, либо Энтони Джошуа, и мы в понедельник будем сидеть с такими лицами, знаете, вот серыми абсолютно. Ну кто знал? Ну кто мог предвидеть? Посмотрите на этого Гуидри. Тревор вообще его не оценивал серьезно. Ну и будем объяснять, что мы смеялись в среду абсолютно, в общем, ярче. Нет, но с другой стороны, ну, победит Куидри. И что? Это будет. Мы будем лохами, как Гордон с этим Комаровским. Мы лохи? Почему? Потому что я и на Брайанта тоже, он, ну, есть элита, а он хотя и мает пояс. Этот пояс для меня это как интерконтик. Абсолютно не элита. И как медийно на Тревора Брайанта никто даже не взважает. Он пожарный. У него четыре ребенка. Он пострадал от урагана Ида. У него нет дома. Он живет в шалаше. Вот. Ему надо зарабатывать деньги. Про это говорит Украина. Про это должны знать и вы. Хватит меня подкалывать. Я работаю сценаристом там. Да. Ладно. Давайте все. Можно Тревора Байта запросить наговорить Украину. Ладно. Давайте все. Давайте поставим жирную точку на этом поединке. Потому что, в общем, иногда лучше смотреть, нежели обсуждать. И вдруг там действительно что-то появится. Может, где-то запустит из-за спины Гидри свой правый или левый боковой. А Тревор Брайан не будет к этому готов. Тот его перевернет. И все. И вот мы услышим голос офигевшего ринк-анонсера. Новый чемпион Джонатан Гидри. И мир перевернется. Мир перевернется. Потому что Даниэль Дюбуа, который временный обладатель титула чемпиона мира в тяжелом весе, будет ломать голову. Я так рассчитывал побить Брайна. А что делать с этим Джонатаном Гидри? Я не знаю. Начнут отказываться от поединка с Гидри. Тайсон Фьюри согласится на поединок с Гидри. Вы представляете, какая интрига нас может ожидать? Усик будет проводить поединок с Джонатаном Гидри. Ладно, все. Давайте проедем. Давайте поговорим о более интересном событии. Также матчи реванша Илунгома Кабу против Табисом Чуму. Великий Крузер против Крузера, побившего великого боксера, олимпийского чемпиона Евгения Тищенко Мчуму. Ваши чуйки. Повторится ли результат первого поединка, когда в 2015 году Мчуму вел на картах судей, но проиграл нокаутом? Или у Мчуну все-таки есть, скажем так, шанс победить Илунга? Ярчику, давай ты. Как известно, Мчуну стал с руками трохи розумнейший. Не скажу, что сильно розумнейший, а трохи розумнейший. Але Бензобак у него так и не появился кращий. Тобто до экватора я ему даю шанс, навіть, перемагать. Потому что Илунга Макабу – это такой очень нестандартный боксер. Илунга Макабу – это очень нестандартный боксер, но он умеет, как говорят, затягивать в свое болото. Он умеет выманивать и обдуривать. И мне кажется, что где-то 8-9 раунд станет уже завершенным. Ярчик, ну ты сейчас напомнил мне известный мем. Так во сколько это случилось? 5-10 минут шестого без 10-6-8 десятого. Доброе. Анатолий. Я, знаете, что думаю, что Макабу за вот эти пройденные годы после первого поединка поднабрался опыта. И Мчуну поднабрался опыта, но физика там Мчуну лучше не стала. То есть опыт, возможно, у него есть больше, но так же самое, как и у Макабу. И поражением Мчуну стало еще больше, а у Макабу их, скажем так, поменьше. Одно, по-моему, поражение. Вообще только в начале карьеры, а второе он проиграл еще давненько Тони Белли. Ну, скажем так, сильному крузеру. Поэтому по классу все-таки мне кажется, что Мчуну не хватит бензина и не хватит какой-то хитрости перебоксировать, перебить Макабу. То есть он будет выглядеть хорошо до тех пор, пока будет у него порох в пороховнице, пока будет в баках бензин. Я попрошу без агитации, хорошо? Я за пороха ни в коем случае. Я в прямом смысле слово порох имел в виду. Да, и тарифный геноцид еще будет добавить. То, что характера хватит, то, что у него какие-то могут быть наработки, тадам. То есть его тоже уже давно пик прошел. И мне кажется, что Макабу лучше сохранился физически и ментально к этому поединку, чем Мчуну. То есть поэтому, я думаю, он фаворит и думаю, он выиграет опять. Я не могу сказать нокаутом, не нокаутом, но мне кажется, что он выиграет. Вот и все. То есть он просто лучше. Ребят, ну вы должны все-таки признать, что на пути Лунги Макабу не было олимпийских чемпионов. А вот Табису Мчуму олимпийского чемпиона все-таки побеждал. И, кстати, насчет пороха в пороховницах, тарифного геноцида и ягод в ягодице. Ведь все-таки Мчуму переработал Тищенко куда увереннее. И с хорошей физикой, с хорошей плотностью боя. Вот, поэтому, может быть, Мчуму и рано со счетов списывать. Опять же, 12 раундов против молодого Тищенко, это все-таки показатель. Но давайте будем не забывать, что Тищенко, как он выглядел сам. То, что он на картах записан как олимпийский чемпион, молодой и так далее. Но в ринге-то он это никак не подтвердил, то есть никакими действиями. Мчуну делал то, что хотел. Почему? Потому что Тищенко ему это позволял. А Макабу все-таки, мне кажется, в этом плане парень поискушенней будет. И даже если он будет давать Мчуму делать то, что он хочет, это все равно будет дело времени. Это будет какая-то притерка, скажем так, к нему, чтобы потом начать делать свою игру, играть в свой бокс, навязывать свою, скажем так, игру в ринге. То есть мне так почувствовать, что он все-таки поумнее в плане боксера будет в этом поединке, чем выглядел Тищенко. То есть Тищенко был простой, как пять копеек, как двери. И Мчуну с ним делал, что хотел. И эта вина была в первую очередь Тищенко. Хотя нельзя сказать, что Мчуну это его тоже заслуга, потому что он воспользовался неграмотно. Ну и, скажем так, ревень Тищенко, молодого, этого юного орла, был виден в поединке конкурентному и с этим близко Маквіном Дмитрием Кудряшовым. Совершенно верно. То есть там уровень, там и Олег Мчуну все согласен, но мы тоже не будем туда углубляться. Мы знаем, как там тоже было куча своих побед, скандалов там и так далее. Но как профессионал он себя вообще никак не показывает. То есть это не значит, что если он был хорошим любителем, аматором, олимпийским чемпионом, что он станет хорошим профессионалом. На сегодняшний день Тищенко это, ну, как для меня вообще не показатель. Кроме регалий там больше не о чем говорить. Макабу все-таки, мне кажется, намного искушеннее. И для Мчуна будет нелегкий бой. Хотя интрига есть, все равно нельзя сказать, что Мчуну шансов нет. Просто как-то в сценарии у меня лично напрашивается, что он будет похожий на их первый поединок. Ну, смотри, мы разбирали в понедельник Субриэль Матиас Петроса Ванян. Тоже первый поединок проигрывает Субриэль Матиас. Второй бой он побеждает. Причем сделал он выводы. То есть там надо признать, что он сделал выводы, работал совершенно по-другому. В одном ключе, но более плотно. Более плотно и агрессивно. Да, может ли Мчуну? Ведь, в принципе, в первом поединке до середины девятого раунда Мчуну делал из Илунги Макабу. Ну, просто, в общем, как бы мальчика для битья. Потом просто как бы функционал немножко выключился. Он начал застаиваться, пропустил удар. Его повело. И тут уже Илунга его не отпустил просто. Как вы считаете, с точки зрения первого, понятно, там 2015 год уже столько воды утекло, что как бы оба бойца изменились и ментально, и опять же, как ты говорил, Анатолий, и по опыту, и по качеству своего бокса. Но возможно ли, что Мчуну, помня о первом своем поединке, будет более расчетливым, но таким же, скажем так, настойчивым? Не считаете ли вы, что все-таки у Мчуну есть шанс? Шанс есть всегда. Я не сказал, что Мчуну это как бы проигранная монета, и у него шансов нет. У него шанс есть, просто если он действительно, как вы правильно заметили, сможет сделать свою физическую форму таковую, которая будет готова все 12 раундов, он сможет быть в том темпе, в котором он был в бою 2015 года, хотя бы приблизительно действовать вот так вот быстро, накидывая, накидывая, зарабатывая очки, и стараться не подставляться под тяжелые удары Макабуту. Конечно, у него шанс есть, и он даже может и попасть здорово. Он тоже парень такой, что удар-то есть, может попасть. Или за счет-то нажал, может тоже как бы перевернуть на себя. Но вот именно вот в этом Сазовгостка сможет ли он спустя уже столько лет, после первого поединка, быть в такой же хорошей физической форме или лучшей. И насколько он неистраченный боксер за это время. Вот тут момент какой-то, мне кажется. Что он более истраченный, чем Макабут, мне так почему-то кажется. Ну да, у него было два довольно-таки неприятных проигрыша и против Константина Бажинару, и Усик его как... Ну, Усик там вообще, там говорить нечего. Даже это вот Усик его переиграл в одну калитку, но с другой стороны и Мчун так поединку не был готов. Слишком он на коротком уведомлении взял этот бой. Но, по крайней мере, боксировал, скажем так, довольно-таки неплохо. Неплохо, и у Саши было очень, я чувствовал, что он не мог никак пристроиться к его стилю, вот к этим низким уходам, и то, что он такой некрупный. И было, чувствовалось, при том, что он выиграл, но он, мне кажется, что испытывал большие такие неудобства в ринге с Мчуну. То есть, какой-то, хотя бы какую-то первую половину поединка. Ярчико, а что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что у Мчуну никому удобно не бывает. Особенно первую половину боя он страшно сильно нестандартный. Даже с тем же Усиком Усик пошел в поединку с Мчуну с величезным Кингалом. Еще с него кипкувал Виталій Кличко. То есть, это нестандартный бойец. Если бы он найдет в себе силы экономить 2-3 раунды, чтобы до 12-го раунда стоять, кто бы сказал, я думаю, что Мчуну может и победить. Я теперь так подумал. Суть в том, что опозиция Мчуну была достаточно серьезной. И уровень самого истраченности боксера он и с Лебедевым, и с Тищенком продемонстрировал, что он не такой уже изношенный боксер, что еще ягоды в ягодицах есть. Тобто, поединок, как не дивно, достаточно интересный. Будет и интрига в нем такая серьезная. Я даю 60 на 40 на користь Макабу, а Мчуну не списываю. Мы много говорили о том, что крузер, скажем так, это болото. То есть, бывают там какие-то там ирригационные работы, дренажные. То есть, иногда его зачистят. И тут красивое озеро с лебедями. А потом все опять зарастает ряска и тина. И вот ерунда полная получается. Можно ли считать поединок Келунгома Кабута Би Сумчуму суперфайтом? Ну, мегафайтом нет, суперфайтом. У DC есть такие супергерои, точнее антигерои, называются Suicide Square, загин самогубцев. Я бы это называл бей самогубцев. Потому что, по-любому, кто из них переможе, в наступном поединке должен програти Саулю Альваресу. Ну, тут ты немножко не прав. Какой бы самоубийца ни был, он продаст себя Саулю Альваресу намного дороже, чем... Если вы смотрели загин самогубцев, там тоже великий куш отримали переможцы. Ты знаешь, я недавно посмотрел этот вот отряд самоубийц, и вот недавно вместе с дочками посмотрел Вечные. Я теперь понимаю певцов, да, потому что смысл песен приближается к наскальной живописи. Такое, знаешь, впечатление, что снимают все, кто купил 14-й айфон и умеет что-то делать в Final Cut. Ну, посмотрим. Хорошо, Анатолий, а твое мнение, что это? Достоин он Super Fight? Вот такого вот. Ну, я бы сказал так, это Super Fight первого тяжелого крузервейта веса. Крузервейта, это их, это вот в этом весе, это можно сказать, добротный Super Fight. То есть, чтобы не Super Fight, конечно, нет. Для этой весовой категории это Super Fight, это даже больше Super Fight для африканской аудитории, потому что... Для африканской аудитории это Mega Fight. Super Fight, да, для любителей бокса и для самой весовой категории это можно назвать Super Fight. Если взять в общем, это просто хороший интересный бой с интригой, потому что если Мчуну все-таки со штабом трениров своих правильно тактически распишут поединок, и Чуну сможет его придерживаться, его функциональные способности этому как бы будут сопутствовать, то он создаст конкуренцию и может выиграть, может перебоксировать, может и создать большие проблемы в Макабу. Если опять где-то функционалка подведет, либо штаб будет на старых дрожжах пытаться этот бой опять же выиграть, то могут быть и опять может быть и поражения. Не говорю, что досрочно, но может быть и по очкам. Вот как-то так. А что касается того, что любой из них потом должен проиграть Альваресу, ну это то, что видим мы, а поединок может быть совсем другой. Альварес все-таки залазит, ребята, в вес 90 килограмм, как бы ни было, там можно и самому нарваться. Понятно, он лучше как боксер, понятно, он быстрее, понятно, у него другое мышление, но иногда бывает этого недостаточно в бою с большим бьющим парнем. Где-то заплакал один Альварес в Мексике. Ты такой хороший. Ты такой приятный. Это кто здесь? Кто здесь? Ярик завис, я не могу понять, что он говорит. Ярик, ты просто завис, и мы слышим что-то, знаешь, какое-то как привит, привит батька Гамлета. Мы не разобрали, Ярчик что-то говорил. Я говорю, Анатолий такой оптимист, он такой мрийник, так все добре расписал, что аж хмаринки там десь позаду его наушников начали паркать. Самое главное, что у Ярчика температура, а вокруг него минус 40. Я вам скажу, почему еще так общался тоже у меня есть товарищ, который сам боксировал неплохо на матерском ринге, тоже имеет понятие. Мы как-то обсуждали тему такого, скажем так, поединка, как на тот момент это был Макабу и Альварес. И вот он как бы выразил свою точку зрения, что как раз с Макабу у Альвареса будут большие проблемы. Что этот парень сможет ему навязать такой поединок, где Альварес не будет выглядеть так круто, как он выглядит везде. И как бы эта точка зрения интересная тоже, поэтому я ее не списываю со счетов. Знаешь, я тебе могу сказать, что Альварес, заметь, никогда круто не выглядит в основной части боя. Вот в концовке он выглядит круто, а в основной части боя никогда не круто. И по поводу хмарынок, есть еще один такой анекдот, когда мужик приходит к врачу и говорит, доктор, у меня болит голова. Тот говорит, ну пьете до хрена. Тот говорит, доктор, я в жизни не выпил ни капли алкоголя, я трезвенник абсолютный. Говорит, курите, бывает такое, когда много курите, никотиновое похмелье, болит голова. Говорит, доктор, я не выкурил ни одной сигарету. Ну, бессонные ночи с женщинами тоже как-то дают о себе. Доктор, я девственник. Ну, тогда идиот, ним святости слишком жмет тебе голову. Давайте смотреть. То есть мне все-таки, знаете, если говорить по состоянию поединков, то это Вальдес, Берланга, вот, это где-то тот же самое противостояние, там, Паркера против Чесоры. То есть это поединок, который, может быть, даже при каком-то пренебрежительном к нему отношении, все-таки хочется посмотреть, потому что интрига присутствует. Самое главное, интрига. Два южноафриканских бойца, которые на таком высоком уровне еще не выступали в истории бокса, не было такого, что вот два южноафриканских бойца, точнее, южноафриканских, несмотря что и Лунга, и Сконга, он прописан в ЮАР, проводят такой поединок, который все-таки значим для сегодняшнего дня мира бокса. Поэтому будем смотреть. Я считаю, что единодушным решением судей победит и Лунга Макабу. Опять же, за счет своего опыта и за счет того, что все-таки он командует боем, а не Табису Мчуму. Ну а каким будет результат и как, собственно говоря, прошел этот поединок, мы узнаем уже в воскресенье рано утром. Ну а в понедельник встретимся и обсудим перипетии не только поединка Лунга Макабу и Табису Мчуму, но Тревора Брайна и Ярчик. И его оппоненты, его жертвы. А ну, Анатолий, удиви нас. Гири, гири, гири. Гири. Гуидри. Гуидри. Ёлки-палкил. Как звали соперника Закарии Лукаса? Сонка на бояр. Пять. Дивник на стол. Ты мне сейчас, Анатолий, напоминаешь Евдокимова. Из бани иду, у меня морда красная. Да. Ладно, Ярчику здоровья Тоби, Матвейчику Галыни, Анатолий тоже. Ты у нас сегодня такой красивый. Юрий, у нас еще, знаете, что мы на той зум-конференции должны были договорить поединок, так как Анатолий Толяныч забрал большую часть боя Макса и Рассел. Мы там как бы еще не все. Вы сказали, начнем в этом эфире. Или нет у нас? Слушай, ну можем, ну а что же, ну давай, давай, Толяныч, Анатолий, я с удовольствием тебя послушаю. Не, ну вообще, как бы просто мы говорим про то, что я увидел тогда в Расселе, что все-таки простой, вот этот битильный, для него все-таки немножко сказался, при том, что он выглядел местами очень здорово в обороне и в контратаках, но были вот эти большие паузы иногда, которые давали Максая вот это преимущество. Нет, Анатолий, Анатолий, ну смотри, давай честно скажем, если бы работала правая рука Рассела, Максая был бы бедный, потому что, ну прикинь, чувак боксирует с одной рукой, начиная с четвертого, ну то есть с пятого раунда Рассел боксировал с одной рукой. При этом Максая, вот этот вот новая филиппинская Пакьяо, вот, не смог его ни обрезать толком, ни даже остановить. То есть все, что нужно сделать было Максая, это его просто остановить и забить, он даже этого сделать не мог. Рассел пропускал, да, безусловно, то есть, ну невозможно, потому что главная передняя рука у тебя, которой ты, собственно говоря, и останавливаешь соперника, и готовишь свои атаки левой, вот, она не работала. И даже Максая этим не мог, как бы, воспользоваться на полную. Максая победил, здесь вообще то, что там Рассел говорит, 9, ну 10 раундов, 9, это полный трэш, он проиграл бой. Вот, но здесь вопросы к Максая, то есть все заявления, которые делал Максая, оказались полной ерундой, потому что он побил однорукого, одногого, одноглазого боксера, и все. Если будет реванш, я уверен, что Рассел его раскатает. Вы знаете, я не могу понять, почему угол Максая не сказал ему просто начинать, как он, в принципе, и так должен был это делать. А с учетом того, как сложилась ситуация, что передняя рука Гарри Рассела была, не функционировала, ему надо было просто участить все атаки с правой руки Максая, и он бы просто вообще его обезвредил, потому что передняя рука не работает, а левая бы вынуждена была быть на блоке для того, чтобы как-то защищаться от этих наседаний справа. Но он этого не делал, это, конечно, очень обидно, печально. Анатолий, нет, 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 вот представь себе, если бы Максая, то есть, правильно, против Левши надо начинать справа и заканчивать справа, но если бы Максая, Максая прекрасно понимал, во-первых, ты требуешь от Максая того, что может делать Рассел, а Максая это боксер чисто филиппинский, даже с Пакьяо он и рядом не стоял. Пакьяо стал Пакьяо, каким мы его знаем, когда с ним начал работать Фредди Рооч, и только вот с тактической, стратегической точки зрения, то есть вырабатывая определенную тактику. А так Пакьяо как был скорострельным бойцом, который очень хорошо стартовал с ударами и держал на сопернике, соперника под своими ударами, вот и все. Максая это просто, в общем, третиразрядный боец, которого аккуратненько провели, и вот как бы фарт ему выпал, то, что у Рассела была одна рука. Максая просто не может делать то, что ты от него требуешь. Для того, чтобы начинать справа, заканчивать справа, нужна, во-первых, очень хорошая ручная скорость, очень хороший тайминг, и самое главное, работа в коротком коридоре не размашится. Все удары Максая это были удары колхозника. Вот, собственно говоря, почему он этого не сделал. И угол прекрасно понимал, что то, что ты говоришь, Максая просто по факту выполнить не может. Вот, вот, вот. Вот, вот. Вот, вот, да, Ярчику. Максая классический филиппинец, навіть, в принципе, абсолютно погоджуется с тем, что и Пакьяо не сразу стал Пакьяо. Навіть огрызки старого Пакьяо были видны в первом поединке с Муралесом, когда Муралес его на запчастини разобрал. Это был начатый этап работы с Фредди Роучем. Это уже потом Пакьяо стал суперзеркой. И стал разумным боксером. А вот это засохшее на боях. Все, все, уже сказали, что ты баклан, что ты мгнет-хамгнет, что у вас там все такие мгнет. Ага, понял. Добре. А оцей когнитивно слабенький боксер, він просто-напросто не дотягивает до рівня зірковости и взагалі до чемпионского рівня. Слушайте, ну, ребят, тоже самое говоря о Треворе Брайене, да, мы и вот так вот о Максайе, все-таки он стал чемпионом. Здесь проблема в том, что, а что он должен был сделать? Упасть на колени перед Расселом и сказать, дяденька, ну простите, что я вас бью. Я понимаю, что у вас правая рученька болит. Но давайте, в общем, как-то, может, ничью завершим. Ну, это бред, да? Точно так же и Канело Альвареса вот упрекают. Вот, кого он побил? Тот хреновый чемпион, тот никакой чемпион, тот вообще, блин, через постель получил свой титул. Победа есть победа. Она была. Навпаки, це взагалі не проблеми Макса і який вийшов в Рассел. Він зробив свою роботу, зробив, все. Вот и все. То, что, как бы, по факту есть, что Рассел не был готов, но это проблемы Рассела. Но чемпион, то есть через две недели все скажут, Макса я чемпион мира по версии WBC, а Расселя никто и не вспомнил. Это, увы, это... Щодо Альвареса, он, я вважаю, красный в том плане, что он взял и зачистил абсолютно дивизион. Он не вышел против одного чемпиона, который имел поясы, и перемег его, что можно вважать випадковостью або невипадковостью. Він бився окремо с каждым чемпионом и окремо у каждого забрав пояс. То есть, тут желтый претензий. Ну, здесь Максая, насколько Максая крут, мы увидим в поединке против Рея Варгаса, который, может быть, и не Рассел, но по жесткости ударов и по желанию принимать вызовы, торговать ударами, он, я считаю, покруче Максая. Вот и посмотрим, когда Максая будет против Рея Варгаса защищать свой титул, потому что Варгас уже для Максая стал обязательным претендентом. Вот тогда вот и посмотрим, насколько Максая крут. Победит Варгаса, аллилуйя. Вот, собственно говоря, все. Матвей Чаков, привет! Окей. Про Субриэля Матиса будем говорить? Не, ну мы там все тогда сказали. Мы просто этот поединок не договорили. Уже сейчас разобрали, все как бы понятно, все четко. Ясно. Нам, бояр, нам еще интересен? Кроме Ярчика никому. Не надо, не надо. Потому что Ярчика сейчас найдет возможности выдавать сентенции. Там и фартушок висит, и халатик. Я с дитиною, я с дитиною. Все, я проеду на ямбаран. Нам, боярын. Ребят, спасибо большое, что сделали этот вечер нетомным, веселым. Ну и теперь ждем утра воскресенья, чтобы посмотреть на поединки Лунга Маккабу против Тобиса Мчуму и Тревора Брайена против Джонатана Гуидри. Ну и из вас никто-то не помогает, ничего общим вот так вот не делает. Приходится самому общим как бы выбираться. Слушай, я вам скажу честно, у меня за то время, пока я писал сценарий, Джонатан Гуидри был и Джоном Гатри, и даже Гатти. Он должен за столько, за то, что мы его фамилию сколько учим, выиграть, и тогда придется его точно уже запомнить. Ну, слушай, я не против, если честно. Я тоже. Да, в WBA нам любой типиш, кроме пенсии. Все, тогда увидимся в понедельник. Всего доброго, берегите себя, выздоравливай, Ярчик. Ярчик, давай выздоравливай. Анатолий, выглядишь великолепно. У тебя парикмахер мужчина или женщина? Мужчина. Лучше была бы женщина. Все, пока. Боро дождь ве, перука.